День воскресный, день чудесный. Фразы, которые вырваны из контекста сегодняшнего выпуска. Дома наши строятся на окраине мусорного полигона. Но это хорошо, ведь на сегодня он уже не действующий, а на его месте ничего не построят. С другой стороны, кладбище. И очень хорошо. Тихие соседи, на их месте никто не построит. Тараканов нет, но тараканы есть. Соседи хорошие, но остаются вопросы. Друзья, сегодня я вам покажу не просто жилой комплекс, а целый жилой микрорайон. Дома, этажность которых достигает 24, растут как грибы после дождя. И люди с огромным удовольствием переезжают сюда из тех самых старых проперданных пятиэтажек. Пообщался с людьми, задавал им вопросы, как вам здесь живется, а хотели бы вы из новостроечки уехать обратно в пятиэтажку. Таким образом, у нас сегодня с вами будет большой выпуск, потому что из песни слов не вырвешь. В сегодняшнем выпуске мы посетим жилой комплекс, где должно быть построено 126 домов. Он входит в топ-5 по количеству продаж. Там с удовольствием люди скупали квартиры. Я вам много покажу деталей, расскажу, как людей дурят, как люди сами с удовольствием покупают квартирку за 6,5 миллионов, а сегодня делят ее на 2 и хотят продать за 15 миллионов. И у них, у некоторых, это успешно получается. Я буду все рассказывать, показывать со всеми деталями, поэтому в описании вас ждут тайм-коды, у кого есть время, присаживайтесь поудобнее, будет много сегодня интересного. Приятного просмотра, мы начинаем прямо сейчас. Всем привет, меня зовут Лена, я главная героиня этого выпуска. Я жила в Москве, получается, до 34 лет. Последние годы как раз вернулась туда, в отчий дом. Это дом моих родителей, пятиэтажка, двухкомнатная, в районе Сиблова. И, в принципе, я родилась в этом округе, всю жизнь там прожила. Очень мне нравилось, но настало время купить собственное жилье. А вот отсюда вопрос первый. Ты выбираешь новостройку на юге Москвы. Почему ты выбрала новострой, а не выбрала вторичку, там же у себя на районе, в соседнем доме, в этом же доме? Расскажи. На самом деле все просто. На тот момент, когда я покупала квартиру, была большая разница в первом взносе. На новострой можно было внести 10%, на новострой 20%. У меня было накоплено только 10%, я понимала, что ждать долго, с ценами что-то непонятно начинает происходить, и я поэтому выбирала только строящиеся жилые комплексы. В моем округе ничего достойного не строилось так, чтобы было удобно, транспортно. И так, мне посоветовали посмотреть здесь, я приехала и сделала выбор. И выбор ты сделала в 2019 году? Ну, получается, в начале 20-го. Расскажи, пожалуйста, выбор, Пал, у тебя, насколько я знаю, на однушку, но она называется сейчас евро-двушка. Площадь и цена на тот момент? На тот момент это 39 метров, цена была 6 миллионов 700 тысяч. С отделкой? С отделкой от застройщика. Получаешь ты ключи в каком году? В 2021 году, в сентябре. Слушай, вот мне очень часто говорят, что я топлю за вторичку, мол, затираю там новострой, как-то неуважительно к нему отношусь. Вот у меня здесь такой ключевой вопросик маленький. Вот ты обронила фразу, что у тебя было 10% на первоначально, а на вторичке нужно было 20. Вот давай так смоделируем ситуацию, что на момент, когда тебе нужно купить жилье, у тебя скопленных 40% есть. Что бы ты все-таки выбрала? Вторичку у себя на районе или вторичку внутри Москвы, внутри МКАДа, но вторичку, неважно, это будет пятиэтажка, девятиэтажка, двенадцатиэтажка, но вторичка. Вот именно на тот момент, на момент там конца 2019-2020 года. Именно на тот момент, наверное, я бы все-таки смотрела приоритетно свой район, если бы у меня была эта финансовая возможность. Но был еще второй момент. Мне нравится именно формат евро, который во вторичке, его практически нет. То есть меня очень смущает, когда какая-то большая комната, маленькая кухня, и непонятно мне, как распределить переходящий поток людей. Но, вероятно, я бы все-таки выбрал. Ну и тоже объективно, мы находимся за МКАД, если бы у меня были деньги на центр, скорее всего, мы бы не сравнивали, да, центр и там Соларевый парк. Но сейчас я довольна тем, что я здесь живу в итоге. Оказалось, случайно. Вот сейчас я хочу затронуть очень такой ключевой вопрос. В комментариях я частенько вижу, что мне говорят, вот я нахваливаю вторичку, вот эти старые проперданные дома, где ты выходишь, у тебя бабушка сидит, алкоголик спит. Так еще заходят непонятные личности, которые ищут свертки по кустам с вкуснятиной, они же наркоманы, засывают дворы, проходящие мимо люди, так называемые маргиналы, которым на все плевать. Я вот это нахваливаю, мол, там жить лучше, а вот новострой, где чистенько, где камеры, где охрана ходит, я считаю плохим. Значит, отвечаю официально. Официальный ответ. Ребята, нет. У меня нет задачи что-то похвалить, что-то поругать. Есть задача считать объективно, показать плюсы и минусы. Я даю слово главным героям. Они рассказывают о своем выборе, что им нравится, не нравится. Задача вообще всех этих сюжетов для нас всех с вами донести информацию, чтобы мы могли выбирать и понимать, где с какими плюсами, минусами вы можете столкнуться. Не более того, если вы купили квартиру в новостройке, вы всем довольны, вам все нравится. Я вас вот от всего сердца искренне поздравляю. Если вы жили в новостройке, вам не понравилось, вы уехали в пятиэтажку, девятиэтажку и вы всем довольны, я точно так же вас поздравляю. В том и смысл, что сегодня рынок огромен и найти подходящее жилье для себя сложно, но можно, если в нем ориентироваться. Вот над этим вопросом мы работаем. Где мы находимся, как этот ЖК называется и что он собственно из себя представляет? Это называется ЖК Саларево Парк. Он уже достаточно давно начал сдаваться, примерно в 2017 году первые дома около метро Саларево были сданы. А вот здесь сделаем акцент на наблюдениях. Не устану повторять, что дизайнерам за работу вот этих рендеров оценка 5 баллов. Но смотря на них складывается впечатление, что ЖК расположен внутри леса. Там, где кладбище и полигон мусорный, такое ощущение, как будто там можно гулять, наслаждаться. Вот посмотрите, следующий кадр, он сделан со спутником. Вот это уже больше похоже на реальность, потому что это реальная картина. Но если мы посмотрим, даже здесь заметно, что где кладбище, такой некий лесок, потому что, как говорят, кладбище уже не используется, оно только поддерживается. Вы думаете, что застройщик намеренно дурил людей? Нет. Посмотрите на их официальном сайте по этому проекту. Написано, что многих пугает эта зона ТБО, но она закрыта в 2007 году. Рекультивацию зоны готовим, все будет шикарно. При этом, если мы покопаемся в интернете, то найдем вот такой отзыв человека, который копировал его из прессы. Новые известия от 10 сентября 2019 года писали статью, смысл которой сводится к тому, что последствия этой свалки для жителей закончатся только в 2051 году. А на месте этой свалки застройщик обещает построить красивый озелененный парк. Но я обязательно спрошу людей, как они относятся ко всем этим соседствам. Между двумя станциями метро Солариево и Филатов Лук, красной ветки Москвы, между ними расстояние 3,5 километров, и это все еще чуть-чуть вширь будет застроено домами. Сейчас я знаю, что строят 66-й корпус, а всего больше 120 корпусов должно быть, и стройка еще года 3-4 точно будет. То есть все, что мы видим сейчас, на момент съемки, дату я вам вывожу на экран, это за последние 3-4 года вот так вот выстроилось. Все вот эти дома были сданы в 2021 году. Это на самом деле очень маленькая часть. То есть за 2 года по факту. Вот так быстро. Да. Жирный плюс под номером 1. Это наличие метрополитена в возе жилого комплекса. Люди выходят 5-7 минут, спускаются на станцию метро, все, поехал. Автомобиль, как таковой, уже не нужен, если ты работаешь в рамках города. А до этого мы снимали некоторые жилые комплексы, где возле дома метро нет. И до него нужно добираться. Это, казалось бы, по карте 7 километров, 10 километров. Ну, рукой подать. А вот это рукой подать полтора часа утром по пробкам. А зимой, когда, не дай бог, кто-то там столкнулся, так и вовсе 2 часа ехать. Это реальные цифры. Люди по пятницам возвращаются домой в жилые комплексы, которые в 7-10 километрах от МКАДа по 4-5 часов, если попали в ураган, в снег, в снежную бурю, так называемую. Что вам именно рассказывали, когда вы покупали квартиру? Ну, конкретно я не могу вспомнить, что рассказывали, потому что я человек адекватный, я еще сама читаю и узнаю. И, в принципе, это комфорт-класс, и я с этим вполне согласна. Ну, сейчас эконом как таковой не строят. Это, наверное, общежитие сейчас называют экономом. Так принято просто считать. Ну, там, по-старым, наверное, эконом. Но ничего такого суперстрашного не рассказывали или суперхорошего. Все, что было на рендерах, все исполнено в полном объеме. Причем я приезжала до сдачи дома, и здесь уже были все эти площадки, озеленение. Вот сейчас мы с вами перемещаемся в исторический центр Москвы. Мы находимся в Центральном административном округе. Ключевой смысл какой? Большая часть людей, которые живут возле МКАДа, как правило, по утрам отправляется на работу в Москву. И для того, чтобы быть заряженным и сильным на весь день, чтобы у тебя не было квелового состояния, в первую очередь важно что? Хорошечко выспаться. И поэтому я вам хочу лишь напомнить. Смотрите, куда я вас сейчас поведу. Вот обратите внимание. За моей спиной магазин физический от компании Блю Слип. Куда можно зайти и руками потрогать те самые матрасы, про которые я вам неоднократно говорил, которые есть у меня в квартире и в доме на каждой кровати. Пойдемте посмотрим, как это выглядит. Вы вдумайтесь, какая на сегодняшний день ценность, физический магазин, куда вы можете прийти и все товары увидеть воочию, пообщаться с профессиональными консультантами, услышать ответы на все ваши вопросы. Я зачастую вам говорю, у меня матрас такой-то лежит в квартире, а вот такой у меня лежит дома. Какой такой? Они имеют свои отличия. Для того, чтобы вам понять в чем, я всех вас приглашаю сюда, по этому адресу. Приезжайте, полежите на каждом матрасике и найдите под себя наиболее оптимальный вариант. Ключевая фишка этих матрасов или одна из ключевых фишек, что с ним очень часто проводят тот самый эксперимент, когда с одной стороны ставят бокал, тест с бокалом так называемый. Далеко ходить не будем, моделируем ситуацию. Бокал с кофе вы поставили, а ваш ребенок весом 85 килограмм разбегается и такой, мама, смотри, прыгает сюда. А кофе как стоял, так и стоит. Никуда он не перевернулся. Это круто. Но я чаще делаю акцент на то, что когда ты ложишься спать, а рядом лежит твоя супруга, и ты начинаешь переворачиваться, вставать, она этого не чувствует. Это очень важно для того, чтобы вы могли полноценно выспаться. Точно так же обратите внимание, для вас предложат сами кровати, есть подушки, есть дополнительные различные аксессуары, есть одеяло, есть даже лежанки для ваших домашних животных. Приезжайте сюда и покупайте разом все, что вам нужно для вашей квартиры или дома. А еще вот это отличный подарок кому-нибудь на день рождения или новоселье. Вот обратите внимание, как приходят матрасы в такой коробке. Они изначально идут в вакууме, все запакованные. Все, что нужно, лежит в комплекте. Как его раскрывать, как его правильно разместить на кровати, сколько времени ему нужно полежать для того, чтобы он наполнился. Короче, ошибиться здесь будет просто невозможно. И вот это, например, запросто помещается в багажник вашего автомобиля. Вообще, у ребят, естественно, есть доставка. Вам привезут, поднимут матрас домой. Любой каприз, как говорится. Таким образом, вы получаете шикарную продукцию. Наполнение этого матраса я вам вывожу на экран. Посмотрите, зацените. Пользуюсь ими с 2020 года. Все началось с одного. На сегодняшний день у меня их дома 7. Ребята, 7 матрасов от компании BlueSleep. Именно поэтому ссылочку и промокод на специализированную скидку я вам оставляю в описании. Она суммируется с основными акциями, которые происходят на сайте. Приезжайте, покупайте, наслаждайтесь. Ведь здоровый сон должен быть на первом месте, чтобы ваш день был успешный, а вы не ходили к вёлыми сонными мухами. BlueSleep ждёт вас в описании. Давай про инфраструктуру поговорим. Детские сады, школы, больницы, поликлиники. Что здесь есть? Здесь есть, вот здесь уже открыты два детских сада. Дальше за моей спиной, там за домами есть школа. Она будет работать с сентября, в принципе, как и обещали. Поликлиника пока это наша такая некоторая боль. Мы пишем сейчас просьбы нам её здесь построить. Будет построена в соседнем районе вскоре. В принципе, здесь недалеко город Московский. Можно сходить в него. Есть частные клиники, тоже без проблем. На территории ЖК, частные. Частные есть, где сдать анализы. В первую очередь есть и клиники полноразмерные. Можно сходить за деньги или по ДМС. Из-за маленького размера коммерческих мы не можем получить, например, фитнес-клуб полноценный тоже, или кинотеатр. Но вроде ходят слухи, что около метро у нас будет построен какой-то торговый центр. И, в принципе, на следующей станции метро 15 минут дойти пешком. Какая-то глобальная модернизация района. Здесь будет какой-то бизнес-центр с аквапарком, с горнолыжкой. Какой-то огромный-огромный комплекс к 30-му году. Поэтому, наверное, мы сможем сходить туда пешком. И там наверняка будет и фитнес, и всё что угодно. А вот это очень интересное наблюдение. Ну, смотрите. Первые этажи идут с небольшой площадью. И людям, вот конкретно в этом жилом комплексе подобных, не хватает банальной постройки. В виде трёх этажей здания. На первом этаже идёт большой сетевой магазин, куда все они могут спокойно приходить и не толпиться, не толкаться. Это реально им нужно. Они все об этом говорят. Второй этаж – это большой полноценный фитнес-центр. Люди возвращаются с работы, хотят размять косточки, поддерживать себя в живом состоянии. Фитнес-центр нужен. И третий этаж – это каворкинг-центр. Сегодня многие работают на удалёнке. И на основании вот этого простого объекта, который пользовался бы бешеным спросом у арендаторов, люди были бы намного довольны. Почему так не делают? Вопрос. С точки зрения того, что вы мамы, и у вас молодые прекрасные дети, как вам здесь живётся? Всего ли вам хватает с точки зрения площадок? Вот именно малышковые, подростковые? Вот первый вопрос. Ну, для малышей, в принципе, хватает. Ну, не, нормально, с площадками всё хорошо, мне кажется. То есть, пожаловаться, что вам некуда пойти детям поиграть летом, зимой, осенью, не можете? Нет, единственное, что может быть какая-то спортплощадка, ну, типа баскетбольный, волейбольный, вот для детей поближе. Но сейчас вот нас построили в новых домах, ну, как бы не очень близко, но всё равно можно зайти. Для детей постарше, там лет 12-14, то есть она уже есть? Уже есть, вот в новых домах открыли недавно. Мы один раз тут сходили, но иди далековато от нас. Садик во дворе, это шикарно. Очередь как? С очередью всё нормально, количество детей в группе смущает. Сколько? Ну, по списку, по-моему, 40, на лето, конечно, там ближе к 50. Ну, тяжеловато, мне кажется, детям... А воспитателей при этом сколько, один? Воспитатели, ну, два в основном меняют. Ну, воспитатели и нянечка, обычно же так? Нянечка, да, нянечка, мне кажется, на несколько. Ну, в общем, нет, в общем, хватает, у нас прекрасные воспитатели, но мне кажется, что именно территорий маленький, и количество человек, детей очень много. Чего не хватает? На что можете пожаловаться? Что не так? Поликлиника детская. Раз. Чатает поликлиники, и близости парк какого-то, да, то есть лес есть, но до ближайшего парка всё-таки прогулка занимает у нас часа три туда и обратно. Ну, это достаточно много. Да, ну, соответственно, вот этот лес, который рядом, я так помню, то, что у вас уже тут коллективное обращение к застройщику, мол, сделай нам парк. Ну, да, мы подписывали коллективное обращение, но главным образом поликлиника, на самом деле, детская. Чат читаете общий? Да, читаем. Ну, вот на что люди вообще жалуются? Вы какие наблюдения видите, помимо там стандартных, шаблонных вещей, там, ну, парковка, я не знаю, ещё что-то? Что жаловаться? Ну, даже не знаю, на шум обычно в домах. Нет, даже не от стройки, а из-за того, что именно где-то идёт ремонт в доме, это слышно просто на весь дом. То есть, как бы тонкие стены или что-то, я не знаю, какие-то полости стены. Ну, вот предыдущее место жилья, из которого вы переехали сюда, какое это было? Да, вторичка была. Ну, вот на сегодняшний день, спустя, там, пожили вы здесь. В итоге, где вам понравилось больше, вот по вашему жизненному опыту, новостройки или вторичка? Мне нравится новостройки. Всё такое новенькое, чистенькое, аккуратненькое, следят за всем. Ну, то есть, меня устраивает здесь больше, чем вторичка, да. Мы тем временем перемещаемся к твоему дому. Вот так он, собственно, выглядит. Сколько этажей у него? 16. Ну, вот смотри, тебе вручают ключи, ты приходишь. Первое впечатление? Мне показалось, что такое маленькое. Маленькое? Маленькое квартиро, мне показалось. Ну, я дома, одна. Мне так нравится. Конечно, не всё сделали, на самом деле, гадята. Но это было ожидаемо, и мне почему-то это вообще не пахнет. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Смотри, какой просторный вид. Ну, заделают. Где-то плитка не того цвета. Вообще, мне прям ничего не парит. Тут нет света. Комнатка моя. Вот. Основное это делали. Когда я, в принципе, сам дом увидела, думаю, вау, что, бывают такие ровные подъезды, большие там двери прозрачные. Ну, пойдём, показываем. Система «Умный дом» у вас. Вам не надо это ставить? Назовите номер квартиры. Нет, здесь нормально. Можно кодом или ключом открыть. Зимой, вот давай, ключевой вопрос. Мне больше всего он прям на самом деле волнует, когда зимой открываешь одну и вторую дверь. Не свести здесь, не выбивает лифты, что они работают, перестают. Двери вам ни разу там не... Ну, знаешь, бывает, подходишь зимой к двери, а она там... Нет, я не слышала. Может быть, что-то было, я не слышала. Ну, сама дверь, конечно, ломалась, потому что есть курьеры, которые... Мы все коды поменяли, а ещё вокруг везде были там вот эти вот стандартные. И они, чтобы не узнавать код, просто выдирали с корнями. Доставить любой ценой, понятно. Человек выполняет свою работу, несмотря на трудности, которые возникают у него на пути. Так, ну мы с вами попадаем в подъезд. Маленькие, довольно-таки уютные такие ящички прикольные. Значит, специально место для сбора батареек. Радиатор спрятан, смотрите, по центру даже поставили. Ничего себе. Камин, ну это я так подозреваю уже инициатива жителей. Да, мы украшали на Новый год, и камин вам понравился. Он у нас два года уже стоит. Короче, друзья, я захожу, как такой нюхальщик. Я нюхаю на предмет того, никто ли не ходит в подъезде здесь курить. Вот у вас с этим проблемы есть с курением? Плывает. Вот это на самую отдельную проблему, про которую я даже сейчас сделаю целую зарисовку? Бывает, что покуривают. Я сама жаловалась. Было, что под нами кто-то снимал и курил в подъезде. Пришлось ловить, чтобы доказать хозяевам. Но мы вызываем охрану или сами ловим. Мы даже развешивали как-то по всем этажам, что нельзя курить. Вообще, конечно, минус. Они сделали лифты посередине квартиры, по кругу. Понятно, что это, наверное, самое экономичное для места. Но было бы здорово, если бы они сделали лифт какой-то с окном, и там был бы общий балкон. Мы бы просто все там горе не знали на эту тему. Все ходили бы там, куда хотели, курили. А так приходится спускаться людям. А вот этот блок посвящен курильщикам и вашему вредительству. Значит, смотрите. Передвигаясь по различным жилым комплексам, современным, соответственно, регулярно слышу одно и то же. Вот управляющая компания и застройщик плохие, потому что без конца срабатывает пожарная сигнализация. Почему-то многие люди изначально винят их, что, мол, не так построили, не так обслуживают, не могут настроить ее. Вот виноваты они. Срабатывает пожарная сигнализация, лифты уходят в аварийное положение, пользоваться ими нельзя. Вот с 24 этажа бегай вниз, бегай вверх. Люди к безопасности уже относятся как к ложной. Она сработала и думают, что очередное ложное срабатывание. А если начать разбираться, то виновны в этом те самые курильщики, которые без конца идут сосать свои сигаретки в подъезд или же у себя дома. В современных ЖК везде установлены датчики. Вот я вам показываю даже подъезд. Табличка висит, не курите. Даже камеру повесили специально для того, чтобы, видимо, можно было поймать того самого злостного нарушителя. А курить-то охота. И вот они прутся, без конца курят, дым попадает, ложное срабатывание. Это первое. Не предусмотрены в жилых комплексах, тех же самых современных мест для курения. Поддерживаете вы курящих, не поддерживаете. Ключевой смысл простой. По всему земному шару в открытом доступе продаются сигареты. В домах везде продаются сигареты. Они их покупают, они курят. Где-то им курить нужно. Если он будет курить у себя дома, что делают тоже некоторые, точно так же может сработать сигнализация. Плюс ко всему, вот эта вот вся хрень, вонь, попадает к вам. Мы уже показывали некоторых соседей. Прямо из дома, когда человек курит, у него прямо с кухни идет дым. То есть неправильно сделана вентиляция. Такое бывает. Бычки вот эти бесконечные, везде все усеяны. Это только на словах. Я нет, я вот в коробочку, я в баночку. Вот, пройдитесь везде, постоянно все усеяно, а не и бросать ее. Что нужно делать? Штрафовать. Однозначно, только штраф поможет. Это первое. Или второе. Следите за пальцами. Не предусмотрены места для курения. Нужно в любом случае в дальнейшем делать их на этаже, на первом этаже, на цокольном этаже, где расположены те же самые парковочные места, отдельную камеру, куда они могут прийти и вот сидеть курить свои сигареты. В противном случае, вот человек куряющий, он купил, это его, это его площадь, он за нее заплатил. Где ему курить? Вы место для курения ему не предоставили. Я акцентирую, что ни в коем случае это не должен быть какой-либо балкон. Выходя на балкон, ты куришь, дым идет соседу твоему в окно. Вот представь, я курю, а дым попадает к тебе, в квартиру, где у тебя ребенок занимается уроками. Что ты подумаешь обо мне? Ой, ну я же на балконе у себя курю. Ты же так подумаешь, да, все нормально, подумаешь. Нет. Запрещает курить абсолютно в домах. Специально отведенные места для курения. Только так. Вот это действительно будет плюс и все к этому со временем привыкнут и все будут довольны. Более того, вот эти вот курения на балконах, бросание бычков, мы снимали сюжет с МЧС. Я его все еще монтирую. Он будет, друзья, он будет. Вот люди бросают, бычок полетел, падает на балкон. А у некоторых на балконах, как на вторичке, так и вот на новостройках, хранятся шины и всякая хрень, которая с удовольствием и очень хорошо летом горит. начинается гореть, и дом сгорает там вообще запросто. Пока пожарная приедет, квартира одна-две выгорают. Поэтому это в первую очередь опасность. Давай, 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 вычакивай его. Давай, 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 давай. Необходима помощь вам? Нет. Ага, все реподой не надо. Я буду, я подалялся. Уважаемая управляющая компания, обратите внимание, что все двери у вас скрипят. Все, что нужно, отправить вашего мастера, и он ВДшечкой все эти петли пропшикает, и будет сразу тишина. Ну, действительно, как бы мелочь, но тем не менее заметно. Давай, заказывай нам карету, скажем так. Два лифта, обратите внимание, на 16 этажей. На основании этого первый вопрос. Утром все отправляются на работу. Ждем, стоим? Я живу на 16-м, жду, ну, там, пару минут, может. То есть я всех собираю. Вот. Один из них едет вниз. У нас там кладовки внизу есть. А, у вас кладовочка есть? Да, у меня нет. Но у соседей есть. У нас еще... Вот, кстати, тоже такой странный минус для меня. Почему-то... Ну, есть один человек, я с ним случайно познакомилась. Он купил половину кладовок в нашем доме, он здесь не живет. У него здесь нет квартиры. Бизнес. Положил сюда для того, чтобы потом с вас денег собирать. Когда у меня была такая идея, кладовок-то нет в наличии. Душно, как ты любишь говорить. Да, душно. Ну, сама чувствуешь, конечно, выходит, то есть не хватает прям, знаешь, какого-то проветривания, но при этом стоят на каждом этаже камеры. Что у нас пищит так? Вот от лифта оборудование. Ага, вот. Это, наверное, тоже момент. Как правило, у вас же здесь на 16-м этаже как раз все это и собрано, вот весь этот блок. То есть чувствуете, да, друзья? Звук, ну, не совсем приятно. Слышно, ну, ты как бы зашел, прошел, внимания не обращаешь. Так, у нас, получается, смотри, как сделано. Разведен он на две стороны. Слева от нас, да, первый подъезд, скажем так, крыло. Да, там 4-я квартира. И справа от нас 6. Пошли. Да, здесь, кстати, вот эту штуку, что вот минус такой, да, определенный, когда мы только заехали, шкаф был другой и пришел человек, украл. Украл какую-то плату за 150 тысяч, у нас не работают лифты за это. То есть почему-то, потом этот шкаф из-за этого поменяли, но почему-то сразу управляющая компания не могла нормально защитить или вообще вынести это куда-то на технический этаж. Так, друзья, мы заходим в гости. Прямо сейчас вы увидите квартиру площадью 38,9. Дверь, как вы видите, уже была заменена. Управляющая компания говорит, ставьте белую, чтобы это было все в один тонн. Это основное. Далее, стены, полы и все, что вы видите, это все было сделано от засрочек. Косяки, которые здесь есть, Лена нам расскажет и покажет пальцем. Дальше, Лен, смотри, получается у нас с тобой идет зал с кухней совмещенной. В принципе, небольшой, но для жизни на двоих, как минимум, и коржику хватает. Коржик, обратите внимание, он там ходит. То есть мебель, всю, которую мы видим, это уже покупала ты. Никакими дизайн-проектами ты не пользовалась. То есть все сама придумала, как, что, где должно стоять, правильно? И заполнила. Стены, обратите внимание, серые. Это обои, которые, так сказать, идут под покраску. То есть они, собственно, просто-напросто окрашены. Горчичного цвета диванчик. Можно завалиться, посмотреть телевизор, почитать, поработать. Идем к тебе в спальню. Пойдем. На двоих, в принципе, хватает, правильно? Да. Ну, спальня небольшая, поэтому, кстати, удобно, вот такой подоконник, он как тумбочка работает, потому что прикроватную тумбу ставить негде, будет лишнее место. Ну, и вот в спальне, смотрите, у нас, получается, идет раз большой шкаф, и большой шкаф у нас есть в прихожей. То есть, тем самым, вот они места для хранения. И, соответственно, санузел, который совмещенный, но большой. Все, что мы сейчас видим, что ты сделала, что ты вложила денег, сколько на это ушло? На это ушло на конец 2021 года где-то полтора миллиона. Итого 6 миллионов 700 тысяч квартиры плюс полтора миллиона за мебель, за все замены и так далее. Вот тебе цена полная за квартиру. Есть больший плюс с последнего этажа, в том, что у нас тихо. Глобально, когда в доме пишут, что кто-то там что-то шумит или строит, у нас обычно не слышно, если это не квартира рядом. Что произошло? У нас протекла крыша, и крыша протекла, она, видимо, со стороны подъезда по какой-то трубе, это текло, и нам текло вот сюда на электрический щиток. Это вот последствия этого года. Ждем сейчас ремонт. К сожалению, она протекла дважды в прошлом году, и вроде как что-то починили, но мы крышу уже не можем проверить, нас туда не пускают. Мне сказали, мы залатали. Наступила зима, стал таять снег, и у нас пошла вода, и в этом году даже сильнее. Здесь стоял тазик такой, мы собирали эту воду. К сожалению, управляющая компания перекидывает. Вот тут минус новостроя. Есть гарантийный ремонт, и есть управляющая компания. Управляющая компания говорит, это гарантия. Гарантия говорит, устранить аварийную ситуацию, это управляющая. В итоге не приезжает никто. Приехал гарантийный осмотр только в мае. А как, смотрите, зима ставит снег, у вас здесь течет, и вы сколько так жили с этим тазиком? Не, ну с тазиком мы прожили день, там оно ставило, видимо, мы своими тряпками какими-то трубами обмотали, чтобы цель была вывести в коридор, чтобы оно не текло мне сюда, а вывести в коридор. Но я была расстроена тем, что никто не пришел, и я звонила, прям ругалась с ними, кричала на них, говорю, что такое вообще, вы что делаете? У вас сгорит дом, я сейчас пойду застрахуюсь от этого всего. Все, он горит, я получу деньги, ну то есть я уже до такой степени, я говорю, кто несет, никто не несет ответственности, никто не несет дозвониться. И по гарантии, они говорят, это гарантийный случай, хорошо, ближайший осмотр вам возможен не раньше, чем через два месяца. Так у меня сейчас течет, зачем мне через два месяца? Потом я даже писала на портал, ну наш город, или как он там называется, но почему-то там тоже какая-то история. Пару раз они мое опровержение приняли, а потом сказали, что фотки те же, так я ничего нового сфоткать не могу им, что фотки те же, и все, типа, пришел человек, там снаружи мы сняли плитку в потолке, там были вот эти вещи висели, по ним я могла понять, что никто ничего не чинил, потому что как это в мое платье старое висело, так оно висит. Но человек просто пришел и закрыл прям вместе с платьем плитку, сфоткал, и говорит, мы починили. Вот вы должны об этом не забывать. Когда вы приходите, покупаете квартиру на этапе, там котлова, настройки, вам показывают рендеры. Эти рендеры, по факту, могут не соответствовать реалиям, когда объект будет сдан. Это первое. Но второе, вы заходите в подъезд. На рендерах у вас может быть заложена отделка более высокого качества, класса. По факту, вам стены просто покрасят. С таким сталкиваются люди даже в бизнес-классах. В реальных бизнес-классах, где квартиры по 30, 40, 50 миллионов рублей. Далее, вы заходите к себе в квартиру. Всякие эти трубы, радиаторы, электрика, она тоже есть, дешевая, средняя, дорогая. С этим тоже можно столкнуться. Особенно, когда квартира у вас идет, например, с готовой отделкой. Вы же не знаете, что там заложено, как это положили, правильно, неправильно. Соответственно, вы можете купить в надежде, на то, что вы покупаете качество. А потом, в процессе жизни, вы с этим сталкиваетесь и начинаете это переделывать. Либо начинаете бегать судиться. Потому что, как показывает практика по закону, вы отсудить это все дело можете. Слушай, какие еще косяки были при приемке? Вообще, вы кого-то нанимали или ты сама пришла, посмотрела и все? Просто есть специализированные люди. Мне говорили о том, что когда ты берешь с приемщиком, лучше не делать потом ремонт, ждать, чтобы суд прошел, это какое-то время. А мне не хотелось. У меня моральных сил было, изначально это понимало, на полтора года платить застройщице жилье. Еще ждать, не жить год. Я была не готова. Поэтому приняли сами. Но потом оказалось, что можно судиться даже уже вот так вот с принятой квартирой. И я в прошлом году уже с полным ремонтом подала в суд, выиграла, жду сейчас возмещения. Возможно, при застройке было бы выше. Есть компании, которые этим занимаются потоково, прям по пику, например, есть. Приехали люди какие-то, они тут все замерили, получилась, есть какая-то кривизна, стен небольшая. То есть есть моменты, которые никак не устранить. То есть дом нужно разобрать полностью. Это, по идее, монолитные блоки. То есть это панелька, но с монолитными блоками. Здесь, кстати, хорошо, очень толстые стены. Именно несущие. Не знаю, мне там никого особо не слышно. Кривизна окон, кривизна стен. Это основное, на что повлияли. Какие-то недочеты по плитке были, где-то там затирка, что-то. Но нормально вышло. Больше 500 тысяч, по-моему, суммарно. Штраф там, то что-нибудь там, месяц. Получается тот период, что я не приняла квартиру, сказала, что вот это исправьте. И они исправляли, хотя сдались как бы вовремя. За счет того, что я подписала позже, это сумма того, что они просрочили жилье. Это тоже можно возместить. Про это я не знала. Покупает квартиру 6 миллионов 700 тысяч рублей. Но при этом он отсудил 500 тысяч рублей спустя год, как начал жить. 500 тысяч рублей это хорошее процентное соотношение для квартиры. То есть вы должны понимать, если вы пришли, квартира стоит 10 миллионов, а вы отсудите миллион, ну как вам такое, 10 процентов от цены сбить и точнее забрать свои, это здорово. Все застройщики, вот эти суммы, они их уже изначально закладывают в цену. То есть не надо думать, что вы вот вам повезло, это круто. Схема стандартная. Обратилась в компанию, где на потоке. Именно. Дома растут как грибы, сотни, тысячи квартир появляются и соответственно, практика отлажена. В каком-то агентстве вот уже знают поэтапно, что нужно делать. Экспертизы, выявляют стандартные косяки, стандартное письмо, обращение в суд, все прошло, вы выиграли, деньги вы получили. Есть такой глобальный там косячок вот здесь в полу, ну вот здесь прям под этой кошачьей штукой. Мы там не ходим ногами, но если бы это было в проходном месте, там что-то не подложили. Для этого нужно снять со стены, плинтус, пол, долго переделывать, я говорю, ставьте, сюда явно никто не встанет. Еще из интересного было найдено, вот там есть такая зона, где трубы в ванной, она не открывается, как шкаф, ее нужно разворачивать. В общем, приходили, когда по гарантии смотрели, и развернули, а там лежат какие-то там бутылки, штаны, то есть строители оставили. И теперь тоже опять ни гарантийные, ни управляющие компании все убирать отказываются. Одни говорят, вы уже приняли, сами вынимайте. Вторые говорят, а может это вы набросали. Вот обратите внимание, мы сейчас спускаемся на минус первый этаж, где за дверьми находятся кладовки. Кладовки стоят примерно 370-400 тысяч рублей. Но что интересно, несмотря на то, что ты жилец этого дома, давай выйдем. Хрен. Потому что получить доступ можно только тому, кто купит. Если у тебя нету, то ключик твой будет не заряжен. То есть это по сути вот такая бирочка, с которой ты ходишь по всему ЖК и где можно выходишь. Правильно? Ты вот рассказывал, что здесь есть некое курительное заведение, где какие-то проблемы с вытяжками. Вот, правед, поподробнее. Есть курительное заведение, да, и слава богу, не в моем доме. Видимо, есть какая-то проблема с вытяжкой, потому что я читала в чатах, что пахнет в кладовых, пахнет на первом этаже, наверняка пахнет на втором, особенно в окнах непосредственно над. У нас, в принципе, в заведениях общепита, вот в моем доме, чайхана расположена, в принципе, вокруг тоже пахнет. Благо, я живу высоко, поэтому я поняла, что хорошо, что я купила высоко. Главное, в таких домах, где коммерческое помещение на первом, лучше не покупать, наверное, второй, может быть, даже третий. И тогда эти проблемы не будут никак мешать. Мне кажется, или мы сегодня действительно хорошо идем, так интересно получается. Продолжаю. я вам на экран ввожу письмо, буквально 3-4 недели назад, пишет девушка. Переселили их из аварийного жилья, дали квартиру. На втором этаже, вот, читайте, что написано. На первом этаже суши-пицца, вонища, неимоверно, открыть окно не может. Вот здорово, конечно, когда ты можешь спуститься на первый этаж, попить кофе, съесть плова, но недоработка, вытяжки тоже не совсем корректно работают. Это первое. Второе. Тараканы. Новое жилье. Вот я у Лены спрашиваю, есть тараканы? Говорит, нет, я не встречал. Знакомьтесь, друзья. Бруно. Бруно. Бруно, это... Он мальчик. Да. Он не такой же. Сколько ему лет? Два. Да? Красавчик. А суть какая? Мы снимаем про ЖК. Плюсы-минусы? Из плюсов, наверное, это лес, лесопарк. В целом у нас достаточно зелена. Ну, кому-то, наверное, плюсы метро, те, кто им пользуется. Тихие соседи. Так. Соларис рядом. Что еще? Ну, все, наверное, я уже дальше начинаю вытягивать. Вот это уже интереснее. Коммунальная плата, как в ЖК бизнес-класса. Я не поленилась, спрашивала. То есть, ну, и сама жили в городе, так скажем, да, в Москве, я называю. у нас почти в два раза больше, чем мы платили раньше, коммуналка. У вас вот какая площадь? 68. И сколько у вас платеж? 12 тысяч. 12, не долго. Как бы, да. К пику, к самому, конечно, много вопросов. Ну, вопросов вот кратко, каких? По стройке. По качеству. По качеству стройки, допустим, ну, это все как бы решается через суд, те, кто, ну, хочет этим заниматься. Оно постоянно вот так вот как-то что-то всплывает, триггерит, а с этим как бы ничего сделать нельзя, потому что это надо юристов нанимать, еще, то есть мы как простые смертные против пика ничего не можем сделать. Нет, но и при том вы как бы внятно сказать не можете, что что не надо. И ты это, понимаешь, принимаешь это, потому что как бы сменить вот кардинально что-то ты не можешь, ты начинаешь с ним мириться. То есть, если бы встретили меня там год-полтора назад, когда это все вот так было на поверхности, я бы вам вот так вот по списку все это выдала. Допустим, те же самые газоны, мы платим за них что-то там около двух тысяч в месяц. Соответственно, при заселении у нас было офигенские газоны, ровные. А сейчас зимой вместо соли сыпали песком, и все газоны, вот где песком засыпали, он там больше не вырос. Соответственно, возобновлять его никто не хочет. Ну, как бы, тоже. Сами накосячили, а газон у нас теперь нормальный. По уборке, ну, плохо убираются, допустим. То есть, это такое, на, как это без мата, на отвали процессы. в принципе, все процессы вот в таком стиле. То есть, будь то, не знаю, уборка, ремонт, еще что-то. Гарантийный ремонт по заявке жду. В марте должны были ко мне прийти, до сих пор не пришли. Ну, как бы, тоже. Ну, смотрите, вот дом, в котором вы живете, от жильцов были жалобы, что кого-то затопило, у кого-то проблемы. Плесень есть у соседей, которые к шахте, я так поняла, ближе. достаточно скоро. Ну, как они? Выводят ее? Получается, не получается? Что с вами? Не знаю, что они с ними делают, но, как бы, в новом доме плесень тоже такое себе. Вашей, непосредственно, квартире как? Окна пробывают очень сильно, если по таким техническим моментам. Ну, вот, допустим, заявку на замену плитки, разбитая плитка на полу в холле, мне ее закрыли вот буквально на днях и села она почти год. За полтора года стало лучше или стало хуже, или ничего не изменилось? Нет, ничего не меняется, ты просто с этим меряешься. И, как бы, я полтора бы года никому из знакомых не посоветовала бы покупать у Пика, то и сейчас я бы так же не посоветовала. То есть, если сейчас человек бы вас спросил надо, то вы бы сказали бы. Очень много инвестиционных квартир на этаже, ну, как минимум из пяти три инвестиционные, соответственно, кто там живет, у всех по-разному. Мне вот относительно повезло, у меня адекватные арендаторы получается, да, допустим, на пятнадцатом этаже живет там человек 15 иностранных гражданин, граждан, граждан, от которых там постоянно плахнет пловом и так далее и все остальное, бегут тараканы, и никто с этим ничего поделать не может, а люди как бы покупали за свои денежки квартиру, а теперь вынуждены жить вот в таком соседстве. То есть, тараканы есть, да, встречаются уже? Тараканы есть, да, но они как бы с самого начала были и сейчас никуда не... Ну, а у вас они есть? Нет, не видела, крылья не видела, листья видела. Инвестиционные квартиры, а это говорит о том, что пришло время поговорить про цены и посчитать денежки. Ну, вот смотрите, я езжу по разным странам, недавно вернулся из Камбоджи, где в ролике мы снимали отдельный блог как раз про инвестиционную недвижимость, и вы мне пишете, да зачем нам это Камбоджа, ты нам покажи, как наши люди живут, вот я вам показываю, на чем наши ребята имели длительное время возможность зарабатывать здесь, и что сейчас условно есть в Азии. Смысл, я вам вывожу карту, вот такие нынче цены. Напоминаю, что у Елены квартира 40, 39 квадратных метров куплено за 6700. Нынче квартиры в подобной квадратуре торгуются по цене 10,5-12 миллионов рублей, ну вот человек просит за 43 метра, 42, 11800. Ну, понятно, просить он может хоть 20 миллионов, вопрос, за сколько он ее продаст. Смысл в том, что квартира также с частичной отделкой от застройщика. Второй этаж, вид на парковку, под окнами у тебя машины стоят, вот такая цена. Далее идем. Вот этот мне объект очень сильно понравился. Человек купил однушку, там 43 квадрата, как мне кажется, разделил ее на две квартиры. И у него получилась квартира однокомнатная, площадью 19,7. 19,7. С отделкой, естественно, от застройщика. Никаких денег он сюда особо-то и не вкладывал. Подъездик он красивый показывает, вид у вас будет на мусорный полигон тот самый. И за эту квартиру он просит 7,5 миллионов рублей. То есть, с двух квартир этих он хочет забрать пятнашку, при том, что вложил он 6, я так думаю. Потому что он в любом случае, раз инвест, отсудил те самые денежки от застройщика. Как вам? Как вам, друзья? 8-9 миллионов, как мне кажется, вот с этой квартирки человек хочет получить чистого дохода. А вы потом спрашиваете, откуда у людей деньги? Вот, купил, посидел, подождал, продал, заработал. Значит, дальше идем. Вот интересный объект. Квартира, 75 квадратов, трешка по цене, 22 миллиона рублей. И согласно галочке ценник они постоянно поднимают. Но несет она в себе следующее. Первый этаж, высокие потолки, сделали еще второй уровень, но это первый этаж. То есть, ты сидишь, смотришь в окно, а у тебя постоянно кто-то под твоими окнами ходит. Комфортно, некомфортно, но вот люди согласились, купили. Но ценник, ребята, 22 миллиона рублей. Как вам? И в этом жилом комплексе, подчеркиваю, квартиры очень хорошо распродаются. Вот вы посмотрите, тут выставлен сейчас фильтр. Одна, двух, трех, четырехкомнатная квартира. Вот в готовых блоках не так-то и много квартир, свободных для продажи. При условии того, сколько там этажей и сколько там вообще квартир. Смотри, нам с тобой подыграл самолетик сейчас, пролетел над нами. Ты рассказываешь, что когда сюда переезжало, в принципе, особо шумно не было от самолетов. Я так подозреваю, вот к такому самолету вы здесь уже все привыкли и вы его в принципе не слышите. Такой был громко раньше. Это было раньше громко. Сейчас это как бы тихо. Сейчас, ну, это не то, что тихо, сейчас это просто чаще стало. Изменило какую-то поворотную часть. Не знаю, я понимала, что вот Внуково, вот мы живем. Соответственно, я покупаю квартиру около Внуково и там есть какая-то скидка по цене подходящий мне вариант. Поэтому, вероятно, мне придется привыкнуть к самолетам. Поэтому я к ним не была негативно настроена. Но ты как жилец что скажешь? Это плюс, минус вообще или пофигу? Когда летала в отпуск 15 минут до аэропорта, вообще большой плюс. Плюс во Внуково же есть такое место, где можно посмотреть за эту посадку. Мы туда часто ездим, аутлет Внуково под боком. Мне глобально на сами самолеты все равно. Посмотреть на них я люблю. А инфраструктуру, которую создает аэропорт, мне нравится. Что-то со светом, перепады какие-то были. У меня сгорело три электрических прибора дома. Там сумма больше 100 тысяч рублей. Как бы... Я не знаю, кто в этом виноват. Вы кто? Как кто же еще? Вы оставили их в розетке. Перепады? Они не работают. Ну, давайте так. Тогда вот смотрите, такой вопрос. Если условно не посоветовали бы никому покупать, да, вот там есть недовольство, когда планируете переезжать в другое место и куда? Есть ли такие обсуждения или как бы будем жить здесь? В целом есть, конечно. Соответственно, эту квартиру планируем под аренду также оставить. Мне нравился Дейскай, если я ошибаюсь, застройщик. Мы у него жили до этого. Также ЖК был под названием Comfort Class. Ну, как бы там было намного комфортней и в плане устройства, и в плане взаимодействия с управляющей компанией. Вот, то есть я бы выбрала его. Ну, а прямо сейчас самый приятный момент нашей телепередачи с точки зрения меня. Сейчас я буду пить чай и есть печенье, пока Елена будет рассказывать. Лен, ну давай, смотри, 6700 стоит квартира, по цифрам быстренько пробежимся. Какой был первоначальный взнос в деньгах? Изначально я прям наличными отдала 750. Так, ты берешь ипотеку на условно 6 миллионов рублей. На какой срок? На 30. Платеж ежемесячный? У меня там несколько раз менялось, не в мою сторону даже. Я сотрудник банка, сменила банк. Ну, в среднем, получается, там 47. Средний. Было чуть меньше, сейчас стало чуть больше. Коммуналочка за эти 39 квадратов? Коммуналочка, неожиданная боль. Я не знала, что в Новом Москве так, потому что здесь коммуналочка даже до 9 тысяч доходила. Ну, 6-8 тысяч коммуналка, здесь это нормально. Я даже узнавала по этому поводу, пыталась понять, почему такое. Я же жила в Старой Москве всю жизнь, и мы там платим 4 за двушку. А сказали, что мы же недавно к Москве присоединились, мне прям реально так сказали, не успели еще передать дела. Я говорю, 10 лет. Вообще недавно. То есть, что меня прям так раздражало конкретно, потому что в прошлом году было 10 лет в Новом Москве, и у нас на каждом подъезде наклеили классную бумажку, что 10 лет в Новом Москве. Говорят, что стикеры вы напечатать успели, а передать тарифы не успели. Вот. Это... Так точно. Ответ так точно. Друзья, смотрите, как мы поймали наших зрителей. Ребята, целая большая семья из Якутии. Недавно вы переехали. Расскажите, пожалуйста, почему именно в этот ЖК? Здесь была очень выгодная ипотека под 0,1, под которую мы успели, и объективно это выгоднее, чем в старой ипотеке 6%, подобное в рамках ежемесячного платежа. А вы жили в каком городе? В Якутии, правильно? Нет, нет, мы здесь в Москве жили. А, вы сами жили? А, вы сами жили. Как давно вы здесь живете? С февраля месяца. Что вам здесь прям сильно нравится? Доступность к Петру, транспортная доступность на машине, очень обшитый район, то есть мы заезжаем сразу же во все готово, детские площадки, все ухожено, газончики, а в остальных, допустим, в ЖК, двое застройщиков, там не так. Там еще год на благоустройство, и все это дело. Минусы какие? Вот на что прям пожаловались, если бы смотрел, не знаю, там управляющая компания, застройщик, вот что бы вы им посоветовали бы в дальнейшем исправлять? На самом деле особо нет, потому что все чисто, выбирают, вполне так важно. Детям как? Нравится? Мы вот только вчера приехали с Якутии, да, и нам вообще это место нравится, такое озеленение, такое чисто, аккуратно. Современно? Современно, да, по сравнению с нами, конечно. Поэтому мы такое радуемся. На момент съемки 8 утра, будний день, люди собираются на работу, вы можете, друзья, по кадрам видеть, как народ выходит, кого-то в сад ведут. Что с парковками? Какая здесь ситуация? С парковками я считаю, что пик вот в этой очереди, это вообще третья считается, но они вторую только сейчас строят. Как-то там странная схема. Решил некоторые свои недочеты в первую очередь, потому что там действительно есть проблемы с парковкой и с возможностью разъехаться у дома. Напарковали машины, ты едешь, там перед тобой встал такси, и ты ждешь со всеми остановками, скажем так я это называю. Здесь плюс-минус нормально. Бывает, когда действительно ночью приезжаешь, там особенно зимой, где-то сугроб лежит, где-то что-то еще, что нужно покататься по району, но я дальше, чем 3 минуты от дома еще ни разу не парковалась. По-моему, мои дома заселены достаточно неплохо. Плюс по утрам, вот тут метро прямо за моей спиной, и люди, которые приезжают, видимо, к метро, ставят машины к нам во дворы, несмотря на то, что на противоположной стороне есть перехватывающая парковка, но им, видимо, сюда удобнее, чтобы сэкономить время на развороты и так далее. Поэтому была проблема в 8 утра припарковаться как-то. Короче, еще есть у вас в больших домах, которые вот эти похожи как корабли, подземный паркинг. Да. По чем? Купить? Да. Ну, что-то там, полутора. А когда застройка шла, не говорили? По-моему, 900. 900, полутора. Снять в аренду, там было, я помню, смотрела 6, сейчас 8, я вижу цены. Снять в аренду. В одном из выпусков я уже делал на это акцент, но вот обратите еще раз внимание, вот стоят машины, вот идет разметка, назовем ее буковка Т. По факту, именно на ней и должна заканчиваться морда вашего автомобиля. То есть, все автомобили должны стоять ближе вперед. Объясняю, почему. Ну, вот посмотрите, приезжают люди, как паркуются сейчас. Все сдают назад, пока либо не упрешься колесами в бордюр, либо вот как можно дальше. А дальше происходит следующая ситуация. Ты выходишь из автомобиля, допустим, у тебя в багажнике что-то лежит, ты его обходишь и вот потом образуется вот такая плешь на газоне в силу того, что люди постоянно заходят на него, топчутся, 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 хотя само расстояние парковочного места продумано. Если бы, к примеру, человек поставил бы его правильно, то у него сзади было бы ну как минимум там сантиметров 50, 60, 70, для того, чтобы он спокойно мог по асфальту подойти к своему багажнику. Ну и в тот же момент в зимнее время не нужно было бы вылазить ему на снег. Что со знаками? Со знаками что-то странное. Они периодически снимают пакеты, периодически вешают обратно. Я стараюсь парковаться только на разлинованной парковке, потому что здесь рядом у нас штрафстоянка есть, эвакуаторы ездят. Я боюсь, за что? Я езжу даже не каждый день, и я боюсь, что я встану, когда пакет висел, потом его с ним он скажет, парковка была запрещена, мы тебя эвакуировали. Не понимаю, почему они уже не могут привести их в одно соответствие, ну какое-то единое решение, снимите их или поставьте, но вот живем вот так. Товарищи предприниматели, информация для вас. Ваш бизнес масштабируется и у вас встают новые задачи. Как видите, контролировать работу всех сотрудников, даже тех, которые находятся вне офиса? А уже многим на помощь пришла IP-телефония для бизнеса ЮИС. Данный сервис показывает всю статистику внутри компании по звонкам. Будь этот сотрудник курьер с мобильным телефоном в подземке или удаленщик, который как раз таки работает вне офиса. Все звонки между сотрудниками бесплатны, а разговоры записываются. И это помогает не только понять, как обслуживаются клиенты, но и передать опыт успешных менеджеров другим сотрудникам. Ну и так называемая вишенка на торте, вся статистика и работа сотрудников видна онлайн в едином окне, что помогает собственнику и его руководителям держать все под контролем. Добавим к этому демократичные цены и звания народного лидера в сегменте по мнению рейтинга Яндекс. И получим то самое идеальное соотношение цена-качество. Рекомендую подключиться и попробовать все на себе. Ссылочку оставляю в описании, по которой вы сможете получить один месяц бесплатного обслуживания. юис айпи-телефония для бизнеса. Пользуйтесь на здоровье. Друзья, знакомьтесь, местный житель Катя и Нуга. Кать, вот я за тобой наблюдаю в силу того, что у меня тоже есть собака, я вижу у тебя с собой специальное приспособление для того, чтобы мальчика попоить и забрать за ним его отходы. Да. Вот, соответственно, ты прямо всегда сидишь, гуляешь, ходишь, если он сходил в туалет на газоне, ты убираешь. Да, только эта девочка, да, конечно, убираю за ней. Да, ничего страшного. Выглядит так мальчик. Я стучу. Конечно, убираю всегда за ней. Есть вот пакетики специальные. Ну, ты можешь по-честному сказать? Ты вот как собачник, ты вот гуляешь, там, видишь соседей твоих, хоть все убирают? Или все-таки есть те, кто делает вид, как будто бы он не заметил? Ну, конечно, это всегда лежит на ответственности самого хозяина. Не могу отвечать за всех, но из тех, кого я знаю в нашем ЖК, с кем мы гуляем, собачники другие, они всегда убирают за своим собаками. Ну, во-первых, здесь нет заборов, это самое главное. Здесь такое открытое пространство, очень много зелени, деревьев, детских площадок, да, вот. Какое-то комьюнити, все соседи общаются, дружат с друг другом. Ну, не знаю, как-то все равно отличается от тех мест, где там я жила раньше. Ты жила, наверное, где-то до вторички, правильно? Да, да, все верно. Да, конечно, везде есть свои плюсы и минусы, но учитывая, что я хозяин собаки, мне здесь сложно гулять, потому что здесь в основном детские площадки и нет территории для собак, для выгула собак. Вот здесь есть площадка, но это далеко, это в той части Саларива, вот, туда из нашей части никто не ходит, потому что это довольно далеко, она очень маленькая и, ну, она заброшенная, вот. Есть еще Афилатов Лукпарк, но это тоже очень далеко, и когда нужно погулять собакой с утра, ты туда не пойдешь. Короче, вот тебе для счастья это нужна была бы хорошая прогулочная зона для выгула собак? Да, да, это было бы супер, там, чтобы была зона для отдыха собак, для выгула, какой-то питьевой фонтанчик, чтобы они могли попить, потому что сейчас жарко и собакам очень сложно находиться на улице, вот, ношу с собой воду. Ну, вот давай, последний вопрос тебе. Продаешь здесь квартиру и переезжаешь в Москву внутрь, ну, на вторичку. Согласилась бы? Нет, и скажу сразу, почему. С мужем рассматривали разные варианты квартир, все-таки классно пожить в новом доме, в чистом, где, можно сказать, вкусно пахнет, вот, а в старых домах все-таки 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 есть специфический запах и есть история с тем, что нужно менять трубы и вообще проводку и все остальное, это очень много времени и денег. Тут рядом с вами лес есть, там что? Там сейчас соловьи, как слышно, в нем ничего, это Ульяновский лесопарк, природоохраняемая зона, мы тоже там пишем за то, чтобы его облагородили, сделали хотя бы какой-то формат парка и периодически убирали, я не ходила, соседи говорят, что там мусор, периодически бывают какие-то бомжи, кажется, что строители ходят туда на шашлыки, вот, но здесь должны сделать, вот здесь будет дорога проходить прямо перед лесом, большая-большая, длинная, она почти до МКАДа будет идти, и, соответственно, я думаю, что какую-то часть все равно облагородит, вырубит, будет симпатично. За твоей спиной еще жилые квадратные метры, совсем свеженькие, ты говоришь то, что буквально несколько дней назад условно убрали забор, уже подруге-то своей, да, рассказала, что у тебя здесь как классно, она уже подается на ипотеку, так ли это? Да-да-да, есть такое, вот эти дома сзади, они сдались буквально недавно, там, начиная от нескольких месяцев назад, заканчивая, там, на прошлой неделе, по-моему, или там несколько дней назад, люди стали получать квартиру. Честно, я когда туда пошла погулять, посмотреть, что там, интересно же, все глобально одно и то же, ПИК строит типовую застройку, тут не надо обольщаться каких-то там спецпроектов, но я считаю, что мне просто крупно повезло, что я такая с сомнениями приехала посмотреть, для меня это просто противоположный конец Москвы, абсолютно было странно сюда приезжать, и мне менеджер говорит, у нас сейчас строятся дома около метро Филатов Лук, я такая, покажите на карте, и вижу, насколько близко метро, так надо брать, в Москве около метро надо брать 100% и думать потом будем. Вот обратите внимание, друзья, на балкончики, я эту тему очень сильно люблю, у Ленки, к сожалению, балкончика нет, но, как говорит сама, хотелось бы. Лен, ну смотри, так довольно-таки уютно, да, у некоторых сделано, стульчики, такие маленькие французские балкончики, можно выйти посидеть, ты вот вечером, когда ходишь, вообще народ сидит? Бывает, да, но в основном что-то все здесь, на улице. То есть чаще выходят на улицу, то есть балкон, смотри, как хитро сделан, он обыгран, у тебя есть зона, где ты можешь посидеть, она небольшая, в тот же самый момент у тебя рядышком прямо идет отдельная пристройка для корзинки с кондиционером. Ну, в принципе, смотрится симпатично с точки зрения того, что все в едином стиле, в глаз ничего не бросается. Вот сделай отзыв, 20-30 лет в Москве на вторичке и полтора года практически в Москве, скажем так, но в новостройке. Из плюсов, мне очень нравятся сами подъезды, с тем, что нет ступенек никаких, да, что можно выйти в две стороны, большое количество коммерческих помещений, я люблю формат там отдыха в отеле и здесь как раз такое ощущение, как будто ты идешь, не знаю, где-то там в Турции, в отеле, да, у тебя тут магазины на любой вкус, тебе не нужно никуда ходить, вот это класс, это, честно говоря, облиняет очень сильно. Вид, лес, птички, вид у меня там 16 этаж, я вижу закаты, очень красиво, но там, то, как все обустроено, инфраструктура действительно, это все пик сажает, я на зеленение не жаловалась. Я так поняла, что грамотный ландшафтный дизайнер сделал там какую-то историю с озеленением, поэтому все цветет по очереди, что-то они тут копошатся, прибирают, стригут, мне, вообще я довольна, особенно в сравнении с пятиэтажкой, в сравнении с контингентом очень важно, потому что здесь люди все купили квартиры, вот это такой ключевой момент, плюс это такая, как мы называем, это элитная часть новой Москвы, ближе к всего Комкад, то есть дальше там до Троицка, это еще 20 километров отсюда, то есть цены были не самые низкие, можно было купить гораздо дешевле, там в два раза можно было купить дешевле, в том же Троицке, но там с транспортом было бы хуже, соответственно, здесь нет такого, что кто-то покупает 20 человек в одну квартиру, заселили, здесь в основном все там семьи, просто взрослые люди, современные, разные, интересные, мы здорово общаемся, там есть какие-то клубы по интересам, там кто-то ходит на остальные игры, играет, бегает вместе, или что-то еще, вот, поэтому мне нравится, и плюс я, дополнительным бонусом прям вот таким классным для меня было, что там я жила рядом с ВДНХ, я там гуляла почти каждый день и думала, как же я там буду без своего любимого ВДНХ, здесь до Воробьевых гор ехать 20 минут, я ничего не потеряла, там было 10, здесь 20, ну страшного нет, также я там беру свой самокат, мы берем, вместе едем, катаемся, гуляем, оказалось, что инфраструктура здесь недалеко, вся красная, юго-западная часть, она здесь прям вот через МКАД, можно сказать. Давай пробежимся по блоку из минусов. Ну вот как раз та самая монополия управляющей компании, ее не свергнуть от управляющей компании, мне кажется, ну можно каким-то суперсложным способом, у нас, кстати, странно разные тарифы, то есть в самых первых домах тарифы ниже, они как-то растут, и в новых, сдавшихся домах тарифы выше, то, что один провайдер, я пыталась завести другого, когда это плохо работало, я злилась, я работала на удаленке, и мне нужно было нормальный интернет, и прям проблема, то есть там нужно подписи собрать, целая история. Достаточно долго иногда реагируют на какие-то, кажется, логичные вещи. В основном все минусы, они в УК. Вот. Из таких физических прям минусов, это часто срабатывает пожарка. Ну как, в нашем доме не очень часто, мы вроде, наверное, научились с ней жить. Вот. Жильцы говорят про то, что что-то там с автобусами не всегда по расписанию. Честно, метро так рядом, не знаю, зачем тут вообще с автобусами, не пробовала. Вот. В основном всем так вот глобально нравится. Как показывает практика, высказывать свое недовольство на камеру сегодня многие побаиваются. Вы бы знали, сколько осталось за кадром, когда я езжу по разным ЖК. Выходят взрослые дядьки, которые начинают кричать, ты, мальчишка, ты вот это покажи, а ты знаешь, что здесь выгода приобретатель, а ты знаешь то. А я говорю, стоп, 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 сейчас я камеру включаю и рассказываете. Фух! Исчезают, просто исчезают, как, как кто. Напишите в комментариях. Поэтому давайте залезем в интернет и посмотрим, что пишут под псевдонимами. Значит, вот начинаются отзывы про ЖК. Общая оценка 4 балла, 83 отзыва оценку 5 баллов ставят, 23 ставят негатив, единица. Начинаем смотреть. Ну, первый отзыв, да, развернутый, я его уже показывал. Я считаю, что действительно развернутый хороший отзыв, тем более он там проживает. Далее идем. Кол ставят, купила квартиру в этом ЖК. Отвратительно. Пик? Отвратительный застройщик. Знала бы, с чем тут столкнусь, никогда бы не купила здесь квартиру. Вот вопрос. А в чем бы сложность написать, с чем вы столкнулись, чтобы нам было понятно, какие минусы? Нет. Далее. Не сдают квартиру ни славянам. Бред. Глупости, расизм, чистой воды. А при чем здесь сдают, не сдают? Ну, здесь отзывы собираются для жителей, кто собственником становится в первую очередь. А это, получается, надо жаловаться на того, кто вам не сдал по вашему национальному признаку. Хотите правду про ЖК Саварева парк? Мало того, что рядом свалка, управляющая компания превратила в свалку весь район. Ну, короче, вот можете все отзывы почитать, зайти в интернете, прям пишите название любого жилого комплекса, к которому вы присматриваетесь, который вам интересен и читайте отзывы. Соответственно, для объективности открываем 5 баллов и смотрим. Плюсы, минусов людей практически нет. Всем довольны. Это тоже очень важно зафиксировать, что в целом, да, вот, Елена говорит, что подавляющее большинство людей глобально всем довольны. И квартиры они покупали с огромным удовольствием, потому что даже когда она пришла покупать квартиру, несмотря что 16-этажный дом, он еще только строится, там уже она выбирала из остатков. Контингент другой, ну и что, вот у вас вот пятница, суббота, все работают, смотри, в ипотеку, денег зарабатывают, целый день человек трудится, 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 но неужели вас здесь не устраивают сабантуи по пятницам, что кто-то тут музычку включил в машине, пивко распевает, кричат, танцуют, ну скажем так, душа отдыхает, бывает такое? Какие-то разовые акции бывают, но у нас есть охрана на территории, поэтому если даже кто-то где-то там уснул на лавочке, даже такое, соседи пишут, я там, обычно я не успеваю, есть более бдительные, кто там, только произошло, сразу написали. И охранники, это платная услуга, от ПИК, естественно, и охранники приходят, очень хорошо работают, мы прям с удовольствием пользуемся. То есть, короче, если тебе что-то не понравилось, кто-то стоит, там орет, еще что-то, ты просто заходишь как в приложение, что ли, да? Да, ну не в приложении, у нас чат в Телеграм. С охраной? С охраной, да, и мы там сейчас бот они сделали, новый, удобный, чтобы не было перепалки, там, надо ли его выгонять, не надо ли, там были такие истории, я читал. Я читаю там пару чатов остальные, там, где те, кому не надо... Короче, оставляешь заявку, приходят ребята, говорят, так, пацаны, все, вечеринка закончилась. Да, из минусов, здесь прям нет опорного пункта никакого, ну, где-то вот в пешеходной доступности, но, насколько я знаю, полиция может приехать, и приехать достаточно быстро, здесь там с транспортом нормально, из каких-то соседних, но мне вот охраны было достаточно, я их полюбила, когда я там пол первого ночи приехала от метро, и они меня такие, давайте проводим, я думаю, какие вы ребята молодцы, у вас же это не надо делать, по идее, но мне было приятно и спокойно. Народа действительно дофига, мягко говоря, ну, что, город строится. Вот мусорки, вот сейчас стоим, она в целом пустая, у вас в домах мусоропроводов нет, ну, как в целом-то, не жалуйтесь, не бывает такого, что у вас здесь пакеты летают, то есть вот работа, управляющая компания, работают те, кто вывозит мусор, что скажешь? В этом плане все нормально работает, первые пару месяцев были какие-то сбои, но сейчас приезжают, каждый вечер ставят дополнительные контейнеры, если надо, убирают. То есть, как я все в прошлом ролике видел, такого нет. Если мы пойдем по жилому комплексу, по всем дворам гулять, есть ли какие-то различия, или то, что люди сейчас видят по экрану, это плюс-минус, вот так и выглядит весь ЖК? Плюс-минус, так и выглядит ЖК, есть там где-то есть гамаки, где-то нет, где-то батут, где-то не батут, где-то площадка для маленьких, где-то для побольше, но глобально нет, все в едином стиле, и даже улица, у которой мы стоим, вот эта пешеходная такая зона, по ней идешь, очень такое ощущение, реально как в отеле, все одинаково засажено, облагорожено. А я смотрю, например, за тобой, вот этот дом там, с забором огорожен, то есть это что значит, что у него, закрытая территория что ли? Это, да, такие дворы закрытого типа, где внутри нельзя заехать на машине, там можно погулять детям просто, без опасения, что там кто-то собьет или зайдет, я в таком не купила, потому что варианты моих квартир были только с окнами во двор, так колодец все-таки, я не хотела, я не хотела такой деревенский формат, открыл все соседи. Но ты при этом можешь туда зайти? То, что ты здесь не живешь? Идти не могу. А, то есть для тебя он закрыт? Только те, кто живут в доме. Ага, интересно. То есть, короче, все равно они такие сделали такое небольшое классовое разделение. Кто-то может, кто-то не может. Ну, кто как захотел купить, да. Мне было, не хотелось простора. Ну и потом с нами мамы, если у меня будут дети, мы будем гулять здесь, но ничего страшного, с нами же мамы как-то гуляли без закрытых дворов, мы же выросли. Видела тут человека на инвалидной коляске и поняла, что он здесь может жить, был на размерном, потому что нет никаких ступенек, везде есть спуски. И так просто понаблюдала, как он двигается и понимая, что он сам может здесь передвигаться. Соответственно, делаю вывод, что мамы с колясками тоже. Соседи не жаловались, у кого дети, что тут какая-то проблема, наоборот. Здесь, если днем смотреть в окно, как раз на эту улицу у меня выходит, здесь такой прям трафик колясочников мамочек, а не движение в две стороны. Тут зеленая гора, это бывший мусор. Тут зеленая гора, да, это отход, ну, типа, это помойка. За что много? Я вот тоже, что меня триггернуло, да, в одном из выпусков было, там девушка рассказывала ни за что там о помойке. У нас не пахнет. Вот, там не было никаких... Ну и вы, короче, эту помойку даже выносите в плюс, как ты мне сказала, что здесь ничего не построится. Может быть, кто... Не знаю, кто как, мы прям конкретно не обсуждали. Я в плюс за то, что ничего не построится. Она никаких недоставств не доставляет, но очевидно, что дома там строить нельзя. Соответственно, никакого не вырастет вот такого человейника там по 30 этажей, да, который будет в наше метро ходить. Еще в округе у вас какое-то кладбище большое. Большое кладбище, Никола Хованская, старая территория. Там даже где-то вроде крематорий там есть. Я его не видела. Мне рассказали. Ну, с окна видно некоторым жильцам кладбище. С окна видно в крайних домах, есть ли окна на ту сторону. Мне предлагали туда купить. То есть еду на кладбище? Да. Ну, там все засажено. То есть это не то, что у тебя, в смысле, прям под окнами, да. Вот, кстати, на Бабушкинской там есть Раевское кладбище, и там есть дома, где ты прям вот окно открываешь и прям вот крестик напротив, да. У нас здесь получается какое-то там расстояние от дома, дорога, еще какое-то расстояние, бетонный забор, и только вот потом начинается. Это старая территория, то есть там уже никого не хоронят, только кто-то приходит, навещает, все зазелено. Ну, я впечатлительная, я сказала, что мне те дома не надо. Есть люди спокойные. В целом, ну, как бы соседи, ну, так черный юмор не мешают, да. И это тоже такой оберег от застройки. Для меня это определенный плюс. Подобные ЖК вообще в целом и дома очень часто же называют человейник. Особенно, когда речь идет про 22-24 этажа. Вот даже за твоей спиной, ну, это просто, смотри, корабль, он такой бетонный, прямоугольный, то есть на него посмотришь, ну, ну, не сказал бы я, что он красивый, симпатичный. Хотя здесь же есть и другие дома, которые в целом симпатичные. И такой еще плюс жирный, который мы с тобой отмечаем, что, друзья, обратите внимание, вот, современность, нет никаких проводов. Вы обратите внимание, камеру и нет вот этой паутины бесконечной. То есть провода, все спрятано по земле и это, в принципе, очень все симпатично, красиво и продуманно. В этом плане, конечно, огромный плюс. Вот ты сама, что скажешь, когда рассказываешь, что покупаете вы клеток в человейниках? Ой, ну, в основном я заметила, что так говорят те, кто себе ничего не купил. Поэтому, как бы, я обычно говорю, живи в своей пятиэтажке, там, не знаю, с родителями, или там, в каких условиях ты живешь. Вот. Глобально каждый выбирает по своему кошельку, да. Опять же, там, еще раз, мы не сравниваем центр, например, да, и сюда что-то. Поехала бы я в центр, я бы поехала конкретно. Вот. Но здесь хорошо. Я считаю, что это удачно в соотношении. Цена и то, что мы получили, это даже более чем. Ну, вот пока мы с тобой прогуливаемся, расскажи, смотри, получается, у вас все есть с точки зрения коммерции, с того, что, ну, может быть нужным для комфортной жизни. Магазины, бьюти-салоны всякие, где можно покраситься, накраситься, ногти, так сказать, постричь. Чего не хватает, помимо спортзала? Есть какие-то направления? Не хватает, ну, только недавно открыли с ДЭП, мы наконец-то этому рады очень. А вообще не хватает кафе с нормальной едой. Ну, к сожалению, да, все-таки это коммерция, и там, кто снял, тот и снял. У нас тут есть большое количество аптек, прям на все вкусы. На этом пятаке где-то 4 аптеки только здесь, и в целом в пешеходной доступности 3 минуты, еще штук 6. Будет достаточно много именно петельных заведений, каких-то пивных там, Ну, пивных, они, да, на каждом углу. Вот, но кафе, где можно поесть, вот нормальный суп заказать, салат, вот такое, а такое одно, потому что остальное это все там пирожки, булочки, даже вот мы идем, кафе-пекарня открывается, зачем она еще одна, да, там есть несколько, но покушать в одном месте можно, хорошо. Короче, в основном такой фастфуд, назовем его так, по-быстрому перекусил, кофе с булочкой и поехал дальше. Еще, да, несмотря на то, что широкие тротуары достаточно, я все-таки надеюсь, что будут какие-то летние площадки. Я люблю летом, я до самых морозов сижу в пледах на летних площадках. А, веранды ты имеешь? В веранды, да, в кафе, ну, вот даже вот это кафе, в котором мы кушаем, оно, по сути, вот тут за углом, там есть куда поставить, но они пока не ставят, я надеюсь. Было бы здорово, если был бы коворкинг. Мы иногда бывает, что вдвоем дома, например, работаем, и я думаю, было бы рядом, я бы вышла, поработала бы дома, классно, но нет такого. Когда проходит сильный дождь, ливень, не везде есть бордюры, не получается ли так, что на дорогу вытекает вся эта грязь, и потом после дождя здесь грязище, и самое страшное пылище? Нет, такого нет. Единственное, что есть, где вода стоит, там внутри во дворе есть снизиное место, там вот бывает. Но прям грязище нет. Тут немножко под уклон, мне кажется, это все вытекает из нашего ЖК благополучно, и все в порядке. Лен, ну давай приближаться к логическому завершению. Расскажи, пожалуйста, нам кратенько вообще, чем ты занимаешься, где ты работаешь? То есть, ну людям будет интересно, у нас уже целая рубрика, есть квартиру купила, а где она работает, чем она занимается? Я наемный сотрудник, работаю в банке, там, руководитель направления, занимаюсь развитием продаж определенных продуктов для бизнеса. То есть, особая, обычная должность, наемный там сотрудник, поэтому копила с нуля, так как уже там есть свое жилье, я себя чувствовала, конечно, спокойнее в этом плане, потому что мне не нужно было переезжать со съемой, то есть, у меня есть только ипотекой, в любом случае риск, да, я такая, я просчитывала, я переживала, думала, ну и что, если что, я ее сдам, обратно к маме поеду, ну то есть, какие-то такие риски у меня закрыты с этой стороны, да, нет проблем. Поэтому, считаю, что хороший вариант для того, чтобы иметь свое жилье, к тому же, у метро рентабельно. Здесь, кстати, интересная особенность, здесь же красная ветка, наши все топ-вузы, в принципе, самое большое скопление вузов, оно вот как раз внизу красной ветки, да, там все МГУ, Руден, там Мира, еще что-то, и, соответственно, у нас здесь многонациональное такое заселение в хорошем смысле, то есть, студенты, китайцы покупают и живут, инферанцы, французы, вот, очень интересные ребята, мы иногда с ними общаемся, ну, просто такая, ну, такой, вот этот отель, короче, у вас такой, вот этот отель как раз, в этом что-то есть, да, вот эти вот зоны, все ходят такие с кофе, что-то сидят, болтают, да, вот этот разного плана люди живут, ну, прикольно. Итак, дорогие мои, надо делать общий вывод по всему сюжету. Собирая информацию по данному ЖК, я находил комментарии еще на этапе начала стройки этого ЖК, что строят очередное говно, очередной человейник, который нахрен никому не нужен, зачем вы это делаете? По прошествии времени мы видим, что он потрясающе распродается, люди с удовольствием вписываются в ипотеки на 30 лет, вот их отзывы. Более того, если мы зайдем на официальный сайт Пика и посмотрим те плюсы, которыми он награждает свой ЖК, практически все их жильцы перечисляют как действительно плюс, это действительно круто, нам это нравится, нам это удобно. Те минусы, про которые пишут в интернете кладбище, свалка и так далее, жильцы обыграют, смеются и переносят их точно так же в плюсы. Конечно же, есть доля недовольных жильцов, мы не подняли, не проговорили такие банальные вещи, как плохая шумоизоляция, это стандартно, что на вторых этажах могут быть затопы в силу того, что жильцы сверху, если бы делали ремонты все и выливали, как они это любят, в унитаз отходы могли затопить второй этаж, про это мы тоже говорили. В общем, все вот эти стандартные банальные вещи, наборы для современных ЖК, об этом, может быть, это сказано было, не сказано было, но это присутствует. Но самый главный вопрос, вы довольны? Ответ да. Практически все довольны, за исключением единиц, которые вполне возможно в ближайшее время, там или не в ближайшее время, но переедут. Поэтому делайте выводы, вот так вот, смотришь, человейники, клеточки для людей, да кому они нужны? Вот, пожалуйста, довольные люди. Покупать новострой или покупать вторичку? Выводы делать только вам. Задача, как я сказал, лишь показать общую картину, что бывает, чтобы мы с вами могли ориентироваться в рынке. Я надеюсь, что этот выпуск получился действительно объективным. Всем участникам говорю огромное спасибо, что высказались, дали развернутые ваши комментарии, склеил все на основании ваших слов. Именно поэтому я хочу вас попросить, если вам понравился этот ролик, как минимум поставить лайк и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. И пользуясь случаем, хочу вам напомнить, ребята, что в прошлый понедельник вышел ролик большой из Камбоджи, но елки-палки, посмотрите, 4 дня я его монтировал, там действительно интересная ситуация. Вы сможете окунуться в атмосферу, как бы мы жили, если бы мы с вами простые люди жили бы в Камбодже. В каких условиях? Для сравнения, почему нет? Подписывайтесь на телеграм-канал, в общем, не добавить, не убавить. До новых встреч, всем пока, пока.